Сборная Россия 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 Как сказать, что, наверное, я хорошо выполняю свою работу, раз я играю в «Спартаке», вызываю сборную, но, опять же, это все может очень быстро закончиться, если дашь какую-то слабину, будешь плохо тренироваться, плохо работать и опять можешь пойти, так сказать, вниз по карьерной лестнице. Поэтому, ну, всегда выкладываюсь на каждой тренировке и буду выкладываться, потому что хочется еще больше и больше прогрессировать. И так же, как вот ты слышал, о чем мы говорили с Артемом, мы тоже самое, мы хотим закрыть эту тему и уже сосредоточиться на спортивных проблемах футбольных, это правильно, поэтому вот буквально тоже последние твои комментарии по этому поводу. Вот с момента объявления состава целый калейдоскоп был событий, комментарий Станислава Саламовича, ваш разговор с Артемом, твой вызов вчера уже в команду, случались ли у тебя вообще, может быть, более эмоциональные и насыщенные периоды, как ты это все переносил и как ты к этому относился? Я к этому отнесся спокойно, опять же, как сказал Артем, это очень сильно все раздули, никакого конфликта не было, мы с ним созвонились, пообщались, по-мужски все решили, и, как он сказал, никто перед кем не должен был извиняться и не извинялся. Просто пообщались, по-мужски я думаю, что этот вопрос уже закрыт. А по поводу того, что творилось, ну, я уже говорил, что сильно на прессу не обращаю внимания, там, стараюсь смотреть телевизор, поэтому, ну, сильно не давило на меня это. Согласен, но все равно какой-то урок, может быть, извлек для себя, потому что каждое слово публичного человека, оно несет определенные значения и смысл. Ну, конечно, да, теперь за каждое слово могут прицепиться к тебе, поэтому нужно быть аккуратнее и говорить все по делу, так сказать, поэтому теперь я это уже понимаю. Здесь уже с Артемом пообщались, уже в майках сборной? Да, конечно, пообщались перед тренировкой, все отлично.